Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Эта запись будет выложена на нашем видеоканале в YouTube, как уже там выложены более 200 записей других вебинаров. Разрешите также вам порекомендовать два вебинара, которые будут состояться завтра и послезавтра. Сейчас я их приведу в чате. Продолжение следует... Ну а 27 в среду будет мой вебинар, который завершает цикл вебинаров про учебное видео. Будет называться «Записываем учебный видеоролик сами». С вебинарами все. Предвосхищая ваши вопросы... Вот у меня уже в личку задают вопрос в чате. Предвосхищая вопрос с непришедшими сертификатами... Вот, пожалуйста, почитайте вот этот текст коротенький и, пожалуйста, действуйте в соответствии с ним. Сейчас я его тоже воспроизведу прямо в чате. Ну вот такой короткий текст из пяти пунктов. Что делать, если не пришел сертификат на один из предыдущих вебинаров? Ну что ж, коллеги, у меня к вам сегодня все. Я, как всегда, ухожу в чат. В эфир прошу появиться нашего сегодняшнего спикера Павла Слесарева. Павел, прошу вас. Павел, раз, два, три, раз, три, раз, два, три, вижу. Доброе утро, коллеги. Я просто попал. Я надеюсь, что меня хорошо слышно, видно. Как-нибудь отреагируйте. Ага, все, ну хорошо. Так, сейчас я разберусь, каким образом мне выложить презентацию. Давайте попробуем это сделать. Сегодня я буду говорить о интересной теме. Ну, может быть, по-своему она интересна для меня, в первую очередь, и для многих коллег, которые занимаются продажей онлайн-курсов, продвижением собственных обучающих курсов, которые делают целые программы, посвященные обучению, либо работе онлайн, для того, чтобы привлекать свою целевую аудиторию, и делать долгих таких и надежных покупателей. И название нашего сегодняшнего с вами вебинара «Эмоциональный продукт». В основном, почему эмоциональный продукт, да? Ну, в первую очередь, наверное, потому что человек, в первую очередь, существо эмоциональное, и второе уже вербальное, да? То есть, сначала мы принимаем всегда все решения на эмоциях. Если нам что-то очень сильно понравилось, произвело на нас впечатление, значит, мы на этом заостряем внимание. Коротко расскажу о своем опыте. Я не буду представляться, я основатель платформы DreamStuddy, но, тем не менее, хочу рассказать о том, что в 2008 году, в 2007 и 2008 году я стоял у истоков формирования центров дистанционного обучения для детей-инвалидов, и разрабатывали мы целый комплекс программ для обучения такого рода непростых детей, и там требовалась, то есть, проходила очень большая работа именно в части подготовки учебного контента, чтобы он произвел какие-то эмоции на учеников, чтобы они что-то запомнили. И более того, цель была такая, чтобы они что-то запомнили и занимались этим в качестве самообразования, то есть, уже искали сами какие-то еще ресурсы дополнительные в сети интернет и самостоятельно изучали те или иные предметы. Но в конечном итоге цель каждого из нас, я так думаю, на сегодняшний день, это создать образовательный продукт, о котором будут слагать легенды, которые будут рекомендовать своим друзьям, коллегам, когда человек, выйдя с урока, расскажет об этом уроке своему другу или своим родственникам, как ему понравилось, либо просто в конце урока задаст вопрос учителю, а что будет на следующем уроке. То есть, вот такой неподдельный интерес, который хочется каждому, наверное, сделать такой курс для того, чтобы ученики испытывали вот такое вот незгладимое, самое мегапозитивное впечатление. Я думаю, что видно, да, не очень мелкий текст. В любом случае, я оставлю презентацию в открытом доступе, я сейчас галочку поставлю, и каждый из вас может ее потом, если необходимо, скачать. Эмоциональный продукт, эмоциональный образовательный продукт, это, конечно же, залог успеха. Если вы погуглите в интернете с помощью поисковиков, Яндекс, Гугл, Рамблер, введете в поиск аббревиатуру эмоциональный продукт, вы, скорее всего, не найдете никаких совпадений. Или же совпадения будут уводить вас в другую сторону, потому как никто особо сильно не хочет делиться тем, каким образом сделать свой продукт эмоциональным, потому что это перестанет быть уникальным, и это превратится в очередной штамп, который будет уже менее эмоциональный и уйдет в бытие. И здесь, конечно, очень многие преподаватели, которые более-менее знакомы с маркетингом, с тем, как продвигать образовательные продукты на рынке, они выигрывают всех остальных. Хочу сказать про то, что если все в порядке у человека, который занимается преподавательской деятельностью с маркетингом, то продажи и не нужны. То есть, если он знает рынок, если он знает свой продукт и как его продвигать, если знает все ценностные свои количественные или качественные величины, то будет и сбыт, будут и клиенты, будут и повторные продажи, и большое количество учеников довольных. Любой преподаватель, прежде всего, это, конечно, бренд. Любая школа – это бренд, и каждый хочет, чтобы его фамилия и имя фигурировало в сети интернет и других открытых источников, как элемент надежности, элемент качественного контента, элемент уникальных знаний и элемент какого-то шага, который может получить каждый ученик для того, чтобы перейти на следующий уровень, на уровень вверх. И ассоциации, конечно же, с этим преподавателем должны быть самые радужные, самые наилучшие. Должно быть доверие к бренду, лояльность, возможность рекомендаций. Именно все это создает эмоциональный продукт, о котором мы сегодня с вами будем говорить. Но очень есть немаловажная штука, которая называется первоначальный собственный потребительский опыт. Этого нет ни у кого, и очень многие люди не знают, каким образом этот собственный первоначальный потребительский опыт вложить в голову своих потенциальных клиентов. Потому что пока человек его не приобретет, хотя бы в его начальном выражении, он будет очень бояться, сильно бояться рисковать своими собственными финансами, бояться что-либо покупать, какой-либо образовательный продукт, будет искать любые сравнения, будет лучше доверять тем продуктам, которыми воспользовались его друзья, коллеги, родственники. Либо он лично знаком с каким-либо из руководителей или учителей этого курса, и знает на несколько процентов, что этот курс действительно может казаться для него пригодным. Каким же образом вселить вашего потенциального ученика этот потребительский опыт для того, чтобы появилось доверие? Это очень сложный механизм. Сегодня на нашем с вами вебинаре я, конечно же, не смогу затронуть всех тем, я пройдусь по ним поверхностно. Но прежде всего мы поговорим с вами о двух важных блоках, о двух важных направлениях. Это подготовка эмоционального образовательного продукта и эксплуатация. Сама эксплуатация эмоционального образовательного продукта для того, чтобы он методом резонанса давал уже прирост сарафанное радио и довольных-довольных там учеников и пользователей. Сегодня, вот сейчас мы начинаем говорить о том, каким образом правильно подготовить к продвижению. А это очень большая проблема у многих из вас. У многих из вас есть свои курсы, есть свои авторские вебинары, но у некоторых из вас есть нарекания в том, что не так много людей приходят на эти вебинары и есть трудности с привлечением новых клиентов для того, чтобы они могли посещать эти мероприятия, учиться и создавать тем самым полноту клиентской базы. Первое, с чего необходимо всегда начинать вообще при создании образовательного продукта, это определение целевой аудитории. Я могу, конечно, говорить сегодня элементарные вещи для некоторых из вас, но я думаю, что есть люди, которые и с удовольствием послушают о том, о чем я буду говорить. Поэтому, кто знает, пожалуйста, внимательно слушайте меня, а кто не знает, постарайтесь позапоминать. Правильное определение целевой аудитории в соответствии с вашим продуктом это примерно где-то 70-80% уже успешности вашего курса или сети вебинаров или какого-то образовательного продукта, который вы продвигаете, как учить. Второе, и очень важное, это упаковывая продукт заранее, необходимо вложить в него некоторые ингредиенты. Вообще, в целом, создание любого курса, создание любого образовательного продукта это как приготовление блюда. И всегда у каждого повара есть свои секретные специи, которые дают тот самый вкус, из-за которого большинство пользователей возвращается, приходит и рекомендует этот образовательный ресурс и другим своим людям. Я вам сегодня расскажу только про один ингредиент. Их достаточно много, и мы о них будем говорить Юрием Николаевичем в январе на нашем корпоративном университете Древостаде, и все желающие могут присоединиться к этому курсу. Но мы поговорим сегодня про один очень важный ингредиент, который называется эмоциональные триггеры. Это та самая штука, которая закладывается в состав самого курса для того, чтобы можно было выстраивать всю дальнейшую маркетинговую и продвиженческую политику для того, чтобы собрать нужное количество людей и вызвать у них неподдельный интерес. Эмоциональных триггеров достаточно большое количество. Это такие вещи, которые кардинально влияют на принятие человеком решения о использовании услуги, о том, чтобы попробовать какой-либо продукт. Это, в принципе, такие эмоциональные штуки, которые заставляют человека выйти из состояния ожидания и обратить на что-то внимание. Триггеры используются очень многими большими компаниями, не только которые продвигают образовательные услуги. В целом их очень много. Это и мировые автопроизводители, это и производители продуктов питания. Но все они прекрасно знают, что чтобы человек обратил внимание на твой продукт, неважно образовательный или физический, необходимо правильно его подготовить и доупаковать именно правильными триггерами. Их всего не очень большое количество, точнее 12. И, знаете, они очень похожи на метатеги, которые мы проставляем, допустим, если мы пишем пост какой-то в блоге в ЖЖ или у себя на сайте, и внизу расставляем теги психология, наркология, о любви или еще о чем-то. То есть это те теги, по которым будут искать вас, ваши потенциальные читатели, что действительно эта статья будет для них интересна. Это те самые триггеры, которые перечислены на этом слайде. Я застрять внимание очень глубоко на каждом из них не буду. влияют каждый по-своему на эмоциональное состояние человека. Например, что может быть ценнее, чем любовь и романтика, доминирование мощности власти. Это каждый хочет стать властнее, каждый хочет стать сильнее, каждый хочет увидеть свое превосходство на другим. Я лучше тебя, и увидеть это наглядно. Каждый хочет контролировать все, свою жизнь, свою семью, свою работу, свои деньги. У всех есть на уровне подсознания, на уровне ДНК семейные ценности. Ну, у единиц может быть нет, но в основном есть у всех. То есть все, что связано с семьей, с семейными отношениями, с детьми, с женой, с близкими людьми, это очень важный триггер. Для кого-то веселье, очень важный триггер. То есть если действительно весело это все смотрится и привлекательно для него, это будет сигнал о том, что продукт интересный, нужно его посмотреть, почитать. Самосовершенствование. Все мы стремимся стать лучше. Есть, конечно, категория людей, которая продолжает стагнировать, которая не хочет меняться, но в основном в большинстве своем все хотят какого-то самосовершенства. Исполнение желания. Это вся новогодняя тематика. Это Санта-Клаус. Это все, что угодно. Каждый из нас до последнего верит в волшебство, верит, что все получится. И вот там подобные триггеры, они очень правильно и грамотно могут интегрироваться в любой учебный контент. Именно в части, когда мы продвигаем этот продукт. Заметьте, не проводим сам курс, а привлекаем народ на свой образовательный продукт. И в описании, в контенте этого продукта и во всех сопутствующих вещах, типа баннеров, типа иллюстраций на страницах описания, типа своего сайта, как он будет оформлен в соответствии с этим продуктом, это все даст очень хороший эффект. Скоротечность времени, что время наше не бесконечно, патриотизм, восхищение от открытия. Вот эти все 12, это базовые 12 триггеров, которые так или иначе, если использовать, но нельзя, конечно же, использовать все, нужно использовать только несколько. Всегда по одной теме, если вы делаете какой-то образовательный продукт, вы четко определяете, каким триггерам он будет соответствовать. И в соответствии с этими триггерами эмоционального влияния на человека, который будет являться вашим потенциальным клиентом, далее упаковываете весь информационный и образовательный продукт в увлекательную, большую, красивую коробку, которая будет создавать эмоции. Как от процесса ее покупки, так, я надеюсь, что в дальнейшем от процесса его воспроизведения и донесения до слушателей. Что еще хочется сказать? Сейчас, у меня что-то заедает немножко слайдик. Ну вот, к примеру, один из примеров эмоционального продукта. Здесь идет речь о оптимизации вашего времени для того, чтобы успевать жить. То есть посыл такой. У человека, у него есть курс, который позволяет, пройдя курс, выявить как минимум 16 часов в месяц, которые он тратит непонятно на что, которые он может потратить на свое хобби, на свою семью или еще на что-то. То есть это рутинные какие-то временные интервалы дел. Может быть, ненужные дела, может быть, дела, которые можно совместить с другими или еще чем-то. Но вот такой вот курс, вот именно с таким изображением, он уже, ну, само изображение уже, как бы привлекает внимание, и сама тематика посыла, что я знаю, как сделать, чтобы дать вам дополнительных 16 часов удовольствия в месяц. Это очень много, да, учитывая то, что жизнь наша не бесконечна, и временной ресурс у нас, к сожалению, тоже не бесконечен. Ну, это я просто в качестве примера взял курс у одного из своих коллег. И какие здесь были использованы триггеры? Это самосовершенствование, это исполнение желаний. Еще раз повторюсь, нельзя использовать все подряд триггеры. И если дальше развивать эту тему, у этого человека очень много касаемо этого образовательного курса разного рода медиа-контента используется, который построен именно тоже на эмоциональном вовлечении с использованием триггера самосовершенствования, исполнения желаний. Там есть и картинки хорошие, типа человека, стоящего с часами, глядящего вам часы, и альтернатива того, что он, используя 16 дополнительных часов, родит еще одного ребенка, то есть побольше времени пробует с семьей. Я могу немножко скомканно говорить, но это очень интересная штука, и мы с удовольствием будем этому обучать также в январе, и будем много говорить, разжевывая, раскладывая тематику эмоциональных триггеров при создании своих курсов, для того, чтобы они больше и лучше продавались, лучше продвигались. Будем стараться научить большое количество людей этому методу. Еще один пример, который хочу привести, это курс для всех молодых семейных пар, «Сделай каждое утро добрым». То есть вот такие вот баннеры в формате курса. Сам курс посвящен тому, что он, по-моему, называется «Секреты безупречной семейной жизни» или еще что-то типа этого, но у него очень большое количество пользователей, и продвигается таргетировано он по группам мамочек, которые выходят из роддома, учитывая их уровень психики после постродовой, им хочется большой вечной чистой любви и долгой жизни со своим мужем и нарожать еще кучу детишек. И они с удовольствием просматривали подготовительный контент, анонсовый, что значит для этого курса, где все абсолютно изображения, все тексты подобраны правильно под триггеры, это «Любовь и романтика» здесь триггер используется, и «Семейные ценности». триггер используется, однозначно становится, конечно же, участницами этого курса, и потом еще и мужей туда втягивает. Это практика уже. Дальше. Здесь как раз я хотел сказать о том, каким образом использовать триггеры. Надо определить несколько эмоций вашего образовательного продукта, выбрать надо очень тщательно, обязательно нужно продумать, какие эмоции подходят конкретно вашему образовательному продукту, какие будут лишними. Нужно обязательно подобрать изображения все, которые больше всего ассоциируются и проектируют ваши основные ценности вашего курса. То есть, что происходит в настоящее время? Наши учителя, которые проводят онлайн-курсы, они просто берут со стока в красивую картинку, но если, допустим, я занимаюсь психологией, значит, это, наверное, какая-нибудь спокойная вода, какой-то камыш, деревья, горы или еще что-то, и пишут там тему, например, «Достичь гармонии с собой». Ну, очень такое размытое понятие, и поэтому, когда задают сами себе вопрос, а почему не продается, а почему, даже если он бесплатный, на него приходят три человека, потому что этого много сейчас, и это очень сильно размыто. А когда это все идет в соответствии с триггерами определенными, и в соответствии с триггерами подобраны все изображения, то это идет более целенаправленно, более точечно. И необходимо отойти от эмоций, которые не подходят, кардинально не подходят к вашему бренду, вашей школы, к примеру. Если у вас есть школа своя, о которой вы развиваете, неважно, в формате одного учителя или нескольких педагогов, но если у вас есть определенные правила, которые подходят вам, есть определенные правила, которые вам не подходят, нужно убрать все эмоции и все-таки сделать некий баланс, для того, чтобы не перегнуть ни в какую сторону. И еще раз напоминаю о том, что триггеров может быть несколько, но глобально нельзя переборщить. То есть их не может быть бесконечно, иначе будет путаница и будет распыленность. Вот то, что как раз происходит в материалах многих начинающих преподавателей, которые переходят в онлайн-среду. Это более, наверное, широкое представление тому, что сейчас происходит в принципе в сфере инфобизнеса. Вас и многих других учат, как правильно менять шрифты, как играть на своих лендингах с бэкграундом. Ценностные предложения, на самом деле, они далеко в другом. И любой уже маломальский грамотный пользователь к любому лендингу относится не более как к бумажке, наклеенной на столб в 2000-х годах, когда мы рекламировали свои товары и услуги именно таким образом. Важна уникальность. И нужно эмоционально зацепить человека для того, чтобы он в принципе пошел уже прокладывать дорогу к своему собственному потребительскому опыту. А там дальше уже это открытые вебинары, где необходимо предусмотреть такую возможность, как синхронное общение со своими гостями, кто будет на вебинары приходить, чтобы они могли задавать вам вопросы. И тогда в тот момент как раз формируется то самое доверие первоначальное, еще раз повторяю. Потому что после одного, двух или трех бесплатных открытых вебинаров, конечно же, человек уже знает вас более-менее, он знает, о чем вы говорите, он знает ваши точки зрения, сильные и слабые стороны. Он уже минимум один-два раза с вами поговорил, он знает коллег, которые собираются регулярно на такие мероприятия, и они тоже доверяют, а значит это уже общество. И все, в общем-то, в целом вроде как неплохо, и здесь уже идет больше готовности к покупке любого курса, нежели что-либо другое. Любой интерактивный формат обучения, конечно же, это очень важная штука. Очень важная. Так, дальше. Сейчас мы поговорим как раз о самих уроках. То есть, каким образом эмоциональный продукт уже перевести в плоскость уроков, которые идут, и подчеркнуть там максимальную значимость и максимальную важность для того, чтобы захватить внимание всех, кто пришел, людей. Они должны быть, конечно же, все уроки по четко выстроенному сценарию. Я точно знаю, что на вашем портале, вот Павел мне несколько раз тоже, по-моему, говорил, есть много коллег, которые занимаются, ну как бы и сами проводят свои мероприятия по сценарию, четко отлаженному, да, и еще и обучают проводить такие мероприятия по сценарию. Конечно же, любой вебинар, любой онлайн-эвен должен идти по сценарию, где должно быть четко все вымерено во времени. Это очень важно. Дать возможность обязательно обучаемым быть не только слушателями, а они должны быть участниками, они должны участвовать в мероприятии, они должны также высказываться, также говорить, и желательно это сделать, чтобы они не писали что-то в чат, а могли включаться и с вами общаться вживую, голосом, в хорошем качестве, чтобы ваш диалог слышали все, кто собираются в онлайн-аудитории, и давать высказаться большому количеству людей. Это будет держать эмоционально большое количество публики и не даст погрязнуть им в информационном вакууме. Дать возможность за счет воспроизведения необходимых видеороликов, как правило, это видеоролики, либо на демонстрации экрана на какой-то видеоролик показать, либо еще что-то, испытывать эмоции. Эмоции переживания, эмоции радости. И те, и другие эмоции дадут очень большой след, отпечаток в памяти после того, как человек выйдет из мероприятия. Это тот же самый эффект, когда человек выходит после какого-то фильма, и у него что-то, какая-то сцена запомнилась, и он этот фильм теперь помнит надолго и начинает про кусочек или отрывок из этого фильма рассказывать другим. Таких отрезков достаточное количество и в зависимости от образовательного контента подобрать нужный для себя труда не составит. Но если такая точка эмоционального пика будет в формате мероприятия, в формате урока, то совершенно точно ученик с этого урока выйдет с глобальным запоминанием этого урока и расскажет об этом уроке всем. Ну и максимум элементов должно быть в сценарии самого мероприятия. Не должно быть только монолога ведущего, показа слайда. Должна обязательно через каждые 15 минут монолога вставка какого-то видеоролика либо демонстрация экрана с каким-то интерактивным приложением, либо проведение опроса, либо предоставление слова участникам, чтобы этот урок можно было максимально сделать приближенным к живым. Ну и заставлять людей, которые находятся вместе с вами в онлайн-аудитории, самим генерить эмоции определенными специальными фразами, хитрыми вопросами и подталкивая их к разному роду обсуждения, поднимать с места по два человека и попросить одного другому задать вопрос. Не все платформы, конечно же, это могут поддерживать, но некоторые могут. И тогда, вот, когда онлайн-образовательный процесс вот в таком виде получается, он в большинстве случаев получается эмоциональным, только за счет того, что он наиболее приближен к очному. То есть, мы уже привыкли, в принципе, ходить в университет, в школу, посещать какие-то коучинговые мероприятия, общаться между собой. Нам доставляет очень большое удовольствие в формате какого-то тренинга, просто общение, высказывание своей точки зрения, может быть, о наболевшем, может быть, разобрать свой кейс. Сегодня на большинстве площадок, к сожалению, это невозможно сделать, потому как мы слышим только высказывание ведущего. И поэтому эмоциональный продукт можно сделать, конечно же, в тандеме с профильными инструментами, с специфическими платформами, которые и позволяют это делать. Что еще хотелось бы сказать? у каждого эмоционального продукта, конечно же, должен быть свой дом. Как у металлогии есть металлогия, у любого курса металлогии есть металлогия, у Фоксворда есть Фоксворд, у курсов Юдеми есть Юдеми, то есть у любого человека, который решит заниматься долго и с перспективой на будущее, создавая эмоциональные продукты, которые человек будет не только покупать, но и смотреть на витрине еще параллельные другие, а не параллельные другие каких-либо других людей, ему, конечно же, нужно создавать обязательно свою онлайн-академию, в которой вывешивать все свои курсы, там же их анонсировать, там же собирать весь пользовательский трафик, а не дарить его чужим вебинарным платформам или еще каким-либо платформам, там же осуществлять рассылки, там же коммуницировать в формате форума какого-то с пользователями, там же отслеживать возможно периодичность посещения учеником его мероприятий и анализировать, почему происходит именно так, а не чаще, к примеру, или почему наоборот реже он начал посещать. Такие платформы есть, сегодня намеренно я не занимаюсь рекламой, но такие платформы есть. И, конечно же, эмоции должны непременно передаваться от одного курса, который проходит человек, на все остальные. И эмоции могут передаваться даже в том, что человек прошел курс пониженного грейда какого-то, ему все очень понравилось, он получил сертификат и нужное количество баллов. Здесь ему приходит уведомление, что ввиду того, что он прошел какой-либо интересный курс, он получает доступ к курсам повышенной категории сложности. В самих курсах также очень много триггеров разнообразных, они немножко уже другими, они больше построены на визуалите и на вербалите, те, которые вовлекают человека в процесс получения онлайн-образования, онлайн-учебного контента с большим удовольствием, когда человек изо дня в день хочет побыстрее завершить этот урок и ждет следующего дня. Это очень широкая тема, сегодня мы еще раз повторяю, говорим немного поверхностно о эмоциональном образовательном продукте, но такая технология существует и также могу сказать, что в январе месяце добро пожаловать всем желающим в корпоративный университет Дримстадия мы готовы будем обучать и показывать на реальных примерах, на реальных мастер-классах каким образом можно делать свой продукт незабываемым и эмоциональным самое главное. Ну и в конце хотел бы показать пару платформ, которые по моему мнению мне понравились. Одна из них не сделана на Дримстадии, но человек приложил очень много денег, очень огромное количество средств для того, чтобы создать свою школу по дизайну. И назвал он у нее школу дизайна для самоучек. То есть он как раз выбрал ту целевую аудиторию категории учеников, которые склонны к самообразованию, те, которые хотят учиться самостоятельно, не посещая какие-то учебные заведения, а на собственном опыте лишь с советами какого-то учителя. И один из его курсов, он просто очень креативненько был оформлен, и я вот здесь кусочек его специально для вас выложил. Креативный начиная с того, что из баклажана переходит в карандаш, и курс посвящен тому, что при прохождении этого курса можно получить навык креативного продюсера, который позволяет делать креативные проекты. Ну и все курсы у этого автора, если их посмотреть, они сделаны очень креативно, очень красиво, и на входе просто заставляют уже, ну как минимум, написать ему и задать вопросы, а действительно все соответствует обложке, да, или может быть вы рисуете одно, а делаете другое, но действительно очень-очень-очень классная платформа, очень креативная. и еще одну платформу, которую я вам покажу, эта платформа сделана на DreamStuddy, это платформа, которая родилась год назад, ее сделали две девушки, одна из Санкт-Петербурга, вторая из Мальты, называется она Живая психология, и у них идет очень много контента, который из триггера самосовершенствования семья и отношения, и они очень много уделяют времени и рекламе, и постам в своем блоге, развивая вот эти тематики. То есть, если там вчитаться в их темы, которые они проводят, ну их там очень много, но у них самый большой трафик, у них самый большой трафик у нас на DreamStuddy, потому что у меня есть возможность отслеживать, и они очень хорошо индексируются в поисковых машинах за счет того, что они создают этот натуральный трафик. Ну, что хочется сказать в завершении? Я, наверное, не сказал о каких-то уникальных вещах, которые, может быть, многие из вас хотели бы услышать от меня, но могу сказать, что есть очень много скрытых вещей, именно таких ингредиентов, тайных скрытых ингредиентов, которые можно добавлять при составлении любого обучающего курса, которые будут влиять, очень полнотворно влиять на наполнение курса потенциальными учениками, и на монетизацию, на развитие вас, как профессионала, и всей вашей школы. На этом у меня все, мои контакты на последнем слайде. Павел, большое спасибо, что пригласили сегодня выступить. Если есть у кого-то какие-то вопросы, давайте я поотвечаю. Бренд, да, обязательно нужен свой бренд, но любая школа или любое имя преподавателя, оно формируется в виде бренда, и не обязательно писать про это на каждом заборе, что я бренд какой-то. Ну, конечно же, бренд нужно развивать. Для того, чтобы развивать бренд, необходимо делать очень большое количество публичных мероприятий. Для того, чтобы пришло большое количество людей послушать вашу точку зрения, чтобы вы смогли подчеркнуть свою экспертность в многих каких-то вопросах, которые вы можете помочь решать. Открытие мероприятия это кладезь как раз первых ступеней собственного первоначального потребительского опыта. Это просто неоценимый инструмент для того, чтобы начинать завязывать отношения с любыми клиентами. Любой преподаватель, любой педагог всех своих потенциальных учеников должен сначала пригласить для того, чтобы они его послушали и услышали. Может быть, человек двух-трех слов снизать не может. О чем у него учиться, тем более за деньги. Ну, вот как-то так. Бренд, да. Бренд, да. Ну, бренд это часть необходимого. Нужны обязательно, даже обладая каким-либо брендом, громким брендом, нужны обязательно триггеры, которые будут ориентированы именно на ту целевую аудиторию, к которой вы обращаетесь. Если не будет триггеров, вы не сможете создать тот эмоциональный продукт. Если этого эмоционального продукта не будет, то у вас может быть уникальнейший контент, у вас может быть блестящий просто блестящий подготовленный курс или вебинар, или могут быть звездные гости, которых вы позовете вместе с вами выступать на этом вебинаре. Но если не будет сформирован на входе вот этот триггер настройки, ориентированные на целевую аудиторию, то ваш продукт не будет эмоциональным. Корпоративный университет DreamStuddy мы запускаем в январе его старт 15 января. На нем будет очень большое количество мероприятий, которые будут проходить в формате открытых мастер-классов. Будут небольшие группы обучаемых. На группах будут чаще всего разбираться конкретные кейсы, кейсы по конкретным программам. Обучение будет многогранно и правильное построение сценария, и правильной подготовке презентации, и правильной подготовке видео, аудиороликов, и правильным позиционированием себя как бренда, и возможностям использования платформы DreamStuddy для себя как для специалиста на будущее. каким образом монетизировать свои курсы, какие инструменты для монетизации существуют, как их правильно использовать, что такое influence маркетинг. Там много будет очень тем. Мы с Юлием Николаевичем сейчас Белоножкиным занимаемся тем, что как раз всю программу готовим к публикации в будущее время, и обязательно опубликуем, там будет более подробно все описано и рассказано. Да, курсы нужно обязательно уметь презентовать, иначе это просто жалко потраченного времени, я очень, мне действительно очень жалко людей, которые, они сами все очень ценные специалисты, очень классно могут все обучать, да, именно с точки зрения, из большой буквы обучать, учить, но не могут привлечь на свои образовательные курсы нужную целевую аудиторию, людей, которые, что еще обиднее, есть, да, не могут привлечь из-за того, что есть ошибки в привлечении, вот именно как избежать таких ошибок, и как правильно научиться выстраивать свой бизнес в онлайн-среде, и проводить свои онлайн-мероприятия, онлайн-курсы, мы будем говорить в январе на нашем корпоративном университете. Продавать сложно, но продавать возможно. Продавать это вообще самая неблагодарная штука, но если это научиться делать, то далее уже все будет происходить намного быстрее, намного легче. Единственное, что вам скажу, не верьте в триггеры продаж, про которые особенно говорят мои коллеги с Гет-курса. Не верьте в ростонтизацию рассылок, это не работает. Если вы не произвели впечатление на своего пользователя потенциального, если вы его просто тупо хотите заспамить сотни писем и надеяться на то, что все-таки он на 101 согласится и купит ваш курс, вы ошибаетесь. я вообще уверен в том, что у нас очень долгое еще время, долгое время не заменит ни один бот, ни один робот, ни одна система автоматизации, этого живого человеческого общения, для того, чтобы можно было разговаривать, общаться, давать обратную связь. Для меня это настоящий коучинг, когда мне задают вопросы, дают задачи, люди приходят со своими проблемами, рассказывают, что они уже сделали и что можно было бы сделать, и мы опираясь на помощь группы, основываясь на свой собственный опыт, помогаем человеку выработать решение своей проблемы. Насколько я знаю, очень много в фейсбуке таких групп, типа Рособор колхоза, когда все коллективно, коллегиально пытаются решить проблему одного человека, включаются в эту беду все вместе и пытаются эту проблему решить. Очень многие ко мне обращаются, я никому никогда не отказываю. Именно поэтому родилась идея сделать все-таки корпоративный университет для того, чтобы перейти в плоскость обучения, потому что мы сейчас создав очень мощную машину, очень мощную платформу, которая в великолепном качестве может проводить онлайн обучение, передаем ее нашим клиентам, педагогам, наподобие, как чукчей передают телевизор. Телевизор вроде классная вещь, а как его включать, куда смотреть, какой он эффект полезный может дать, про это не говорим. Говорим только про облачные вещи, что это есть у всех, это будет у вас, это будет будущее и так далее, но досконально не учим пользоваться, для того, чтобы люди получали конкретный рост, конкретную пользу. Какие еще вопросы есть, коллеги? Большое спасибо всем, большое количество вопросов. Ой, дорогие мои, поздравляю вас с наступающим Новым Годом, простите, я живу видимо не календарем уже, а как-то сутками, часами, минутами, поэтому я поздравляю вас всех, во-первых, с прошедшим католическим Рождеством, во-вторых, с грядущим Новым Годом, с Рождеством Христовым, и пожелать вашим семьям и вам лично добра, счастья, здоровья, и чтобы ваши все, все, все мечты и задумки реализовались в новом 2018 году. Всем вам большое человеческое спасибо, что удивили мне время, и еще раз поздравляю вас всех с грядущими праздниками. До новых встреч в 2018 году, спасибо большое. Павел, огромное спасибо за интересный вебинар. Зря вы постеснялись подробнее рассказать о DreamStuddy, я думаю, это будет повод еще раз с вами встретиться, потому что чрезвычайно интересный продукт, о нем тоже хотелось бы узнать подробнее. Но тем не менее, вебинар я прослушал с большим удовольствием, спасибо большое, я сам часто применяю эмоциональные приемы в обучении, правда, это больше приемы аудиальные, нежели визуальные, но тем не менее, важность эмоций могу подтвердить на своем опыте, это совершенно точно, что эмоциональный продукт гораздо лучше во всех отношениях и продается, и воспринимается в процессе обучения слушателями, так что соглашусь на 100% с Павлом. Спасибо всем тем, кто пришел и сегодня участвовал в нашем вебинаре, кстати, достаточно эмоционально, что гениально с темой сегодняшнего курса, с темой сегодняшнего вебинара, я тоже начинаю вас уже поздравлять со всеми нашими праздниками, но, однако, наша неделя вебинарная продолжается, она будет продолжаться, как я уже писал в своих анонсах почти до звона бокалов, 28-го у нас последний вебинар, приглашаю вас на все наши вебинары предновогодние, ну а после Нового года и на все последующие наши вебинары. Еще раз огромное спасибо Павлу и всем, кто пришли на наш сегодняшний вебинар. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok